Здравствуйте! Вы смотрите канал УТС в эфире новости экономики и бизнеса. В студии для вас работает Ксения Петренко. Переходим к интересным цифрам и фактам. Взятые в банке кредиты позволят бизнесу выплатить сотрудникам 15 млрд рублей. Для поддержания занятости была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на выплату зарплаты сотрудникам. Объем займа рассчитывают, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в штате компании. Сегодня это 12 130 рублей. На какие товары в период карантина отмечен особый спрос? Что за меры поддержки ждут предприниматели региона? И кто заменил модели на модных показах? Подробности далее. В России вырос оборот розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 5,5% и составил почти 3 трлн рублей. Это данные Росстата. Больше всего отмечают спрос на непродовольственные товары. Это бытовая химия, предметы личной гигиены. А также не теряют свои позиции продукты питания. Замарк продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%. Это связано в первую очередь с тем, что из-за режима самоизоляции люди начали активно делать покупки впрок. Правила наличных расчетов для предпринимателей в России изменились. Центробанк дал указания, которые касаются наличных расчетов в рублях и иностранной валюте. Неизменным остался лимит между организациями в рамках одного договора – 100 тысяч рублей. Остальные денежные средства обязаны перечислить по безналу. А вот тратить выручку компаниям можно будет только по перечисленным в документе пунктам на оплату труда и социальные выплаты, выдачу страховых денег, личные нужды, не связанные с профессиональной деятельностью, выдачу подотчетных средств, закупку товаров, работ или услуг, необходимых для основного рода деятельности. За расчеты наличными свыше 100 тысяч рублей организации получат штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф ниже от 4 до 5 тысяч рублей. Привлечь к ответственности могут в течение двух месяцев со дня выявленного правонарушения. Новосибирским предпринимателям предоставят отсрочку по налоговым платежам. В первую очередь тем компаниям, которые больше всего пострадали от ограничительных мер. В общей сложности это 11 сфер – общественное питание, туризм, автоперевозки, сфера развлечения, гостиничный бизнес, бытовые услуги, розничная торговля, непродовольственными товарами. Перенос сроков уплаты налогов, он будет действовать для малого среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Коллеги, практически по всем налогам, да, налог на прибыль, ОСН, единый сельхозналог за 2019 год переносится на 6 месяцев. Налоги, авансовые платежи за извлечением НДС, налог на профессиональный доход НДФЛ, то есть за март и первый квартал у нас на 6 месяцев, за апрель и июнь второй квартал первого года на 4 месяца. А налоги по патентной системе на 4 месяца, который у нас за второй квартал НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, который у нас до 15 июля, переносится на 3 месяца. А сейчас цитата дня. Наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, это, конечно, граждане. По нашей оценке, это более половины заемщиков банков, сказала глава Центробанка. По оценкам регулятора, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 триллионов рублей. И завершаем выпуск деловых новостей истории компании, которая в период изоляции развивается и посчитывает огромную прибыль. Компания «Малевар» за апрель увеличила свою выручку в десятки раз, заработала 3 миллиона рублей и получила несколько крупных предзаказов на 5 миллионов рублей. Они разработали виртуального персонажа. Девушка Алена Пол, модель, создана настолько реалистично, что с первого взгляда сложно понять, вымышленный ли это персонаж или живой человек. В период карантина такая виртуальная модель стала очень популярной для съемок в рекламе и модных показах. На этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok